Какие они, финские шведы? Этой теме посвящено несколько наших видеосюжетов. Этнические особенности, специфика характера, а также билингвизм, трилингвизм, шведоязычный остроботний. И что же за такое чудесное место, из которого мы сегодня решили сделать вот этот наш небольшой учебный видеосюжет. Мы уже делали о нем материал, но прошло 4 года. И вот спустя 4 года мы снова в царстве цветов Гретель. Хозяйка в этот раз, мы решили не быть столь интервентным, мы побеседовали, она сказала, что на следующий раз будет более нарядная, чем сейчас. И они с супругом расскажут нам о том, как они занимаются этим бизнесом. Цветочный бизнес в сельской местности Финляндии, это достаточно интересный аспект с точки зрения дизайна, культуры, украшения дома. Вот все люди, которых мы сейчас видим на экране, я не буду к ним близко подходить, это люди живут в сельской местности. И они приобретают для своего дома, двора, вот эти замечательные цветы. Да, сейчас июнь, сегодня, собственно, 3 июня 2020 года, и ситуации, связанные с карантином, с самоизоляцией, они во всем мире в достаточно таком еще развитии, то есть карантин не снят. Но, тем не менее, в Финляндии, при, естественно, соблюдении всех правил дистанции и так далее, жизнь уже возвращается на свои обычные рельсы, и вот такой вот видеосюжет мы сняли исключительно с той целью, чтобы показать жизнь. Продолжается «Красота спасет мир» и специфика шведоязычной остроботни заключается в равной степени присутствия и финского, и шведского языка во всех сферах жизни. Стиль жизни по-шведски, стиль жизни по-фински, в скандинавском мире остроботни, спокойный, деловой, трудолюбивый и приветливый. Добро пожаловать на стажировки Скандинавского института академической мобильности в понимании билингвизма, трилингвизма и стиля жизни финских шведов и, в целом, финского стиля жизни. Скандинавский институт академической мобильности из удивительных оранжерей цветочного хозяйства «Гритель». Продолжение следует...